Сайт www.iton.tv.com Русское телевидение Израиля представляет Здравствуйте, с вами программа «Культурный шок» и я, ее ведущий Марк Котлярский. Должен сразу сказать, что событие, которое мы будем сегодня обсуждать, произошло 20 января. Тем не менее, резонанс вокруг этого события не стихает до сих пор, поэтому мы члены нужным обсудить это событие сейчас. Речь идет о том, что 20 января, еще раз подчеркиваю, 20 января мемориальной синагоги на Поклонной горе, которая принадлежит Российскому Еврейскому Конгрессу, было предоставлено, вот это помещение этой мемориальной синагоги, было предоставлено организацией под названием «Пирбанк», которая отмечала 20-летие своей деятельности, и вот эта организация, вот этот банк провел корпоратив, если так можно сказать, то есть корпоративные мероприятия, некое веселье, вечеринку, торжество, называйте его как хотите, провел в здании синагоги, мемориальной, еще раз подчеркиваю, мемориальной синагоги, то есть в том месте, которое называется подчеркнуто мемориальной, и которое посвящено памяти евреев, погибших в огне катастрофы. Тем не менее, как я уже подчеркиваю, это событие вызвало колоссальный в основном негативный резонанс и обсуждается до сих пор в социальных сетях. Хочу сразу сказать, что одним из тех, кто первым вообще обратил на это внимание, и в частности позвонил мне, моментально связался со мной, был мой давний знакомый, человек, который участвовал в этой программе, известный в Израиле, не только в Израиле, но и в России, продюсер Лев Клодз. Лев, я тебя приветствую, спасибо, что ты сегодня пришел. И я хочу сказать еще одну вещь. Для меня это событие, этот факт распадается как бы на две части. Первая часть – это освещение его на российском телеканале «Вести». Должен, честно сказать, что более скабрезной подачи я не видел. Никто, кстати, не обратил внимания, что назывался этот сюжет «Пердуха». Вы помните знаменитый анекдот, Лев, ты помнишь, про Горбачева, да, который говорился, соединив два слова вместе, и как бы одно ужасом для тех, кто понимает, это уже несло какой-то негатив. Я уже не говорю об этой сладострастной физиономии этой девочке, Дарьи Окуневой, которая просто с каким-то сладострастным рассказывала о том, как гуляли в синагоге на Поклонной горе. Позицию Российского еврейского конгресса осветил, как бы сказать, или озвучил, как принято говорить, исполнительный директор РЭКа Бенни Брискин, и дал он интервью, вот оно лежит передо мной, сайту Ньюсру, его главному редактору Евгению Финкелю. Не буду пересказывать, долго скажу, только что мне очень понравилось краткое резюме Жени Финкеля, с которым выложил это интервью на Фейсбуке. Он сказал, вот вам интервью, читайте, меня это не убедило. Вот такая была краткая резолюция Евгения Финкеля. Я только вкратце скажу, что мессер главный Бенни Брискина был тот, что эта синагога, она частная собственность РЭКа, и, собственно говоря, как бы условно говоря, РЭК все, что хочет, там и проводит. Вот так вкратце, если я как бы не искажаю суть высказывания Евгения Брискина, то вот это самое было сказано. Вот, Лев, что тебя возмутило прежде всего? Скажи, дорогой. Я начну с того, что мне, перед тем, как меня вообще что-то возмущает, не только в таких фактах, я пытаюсь разобраться, как любой нормальный, смею сказать, образованный человек, я беру какие-то факты. Факт это совершенно случайно, честное слово, попал ко мне. Я читаю интернет, новости периодически. Я не поверил, я вам честно скажу. То есть я знал до того, что именно там проводятся какие-то мероприятия. Ну, когда это, естественно, тяжко. Мало того, я участвовал в таких мероприятиях. Как продюсер мы делали, не с ними конкретно, мы работали в других странах. Я могу привести пример, когда мы работали в синагогах, нас просили специально после большого концерта, на Хануху, например, сделала детский концерт детям. В тексте говорится о том, что уже подобного рода вещь проводилась. Они проведили так называемое благотворительное казино в том же синагоге. И это также вызвало негативный резонанс. В нашем случае, я сейчас к этому вернусь, в нашем же случае нас пригласили, причем нас убедительно попросили не приводить, естественно, всю группу, чтобы пришел блистательный скрипач с пианистом. Сделали маленький акустический концерт специально для детей. Присутствие РАВА. Это совершенно, поэтому я знаю, как это происходит. Это не корпоратив. Я, честно говоря, прочел, я не поверил. Ну, правда, я думал, какая-то шутка, либо как меня потом пытались убедить, что это за казняк, это какие-то там счеты сводят с друг другом какие-то люди. Но меня больше всего поразила реакция вот эта вот. Сам факт, он возмутительный. В моем понимании. Я говорю это как еврей, как израильтянин, как продюсер, кто как угодно. Это возмутительный факт. Проведение развлекательных мероприятий на территории таких мест, в моем понимании, это возмутительный факт. Причем факт этого никто не отрицает. То есть я ждал, что его будут отрицать. Нет, вы нас не так поняли. Ну, бывает. Бывает такое. В интернете, в интернете, в интернете все бывает. Допустим. Никто этого не отрицает. Факт был. Раз. Реакция. То, что я прочел то же самое интервью, что и ты. Хорошее, кстати, интервью. Мы все ждали этого ответа. Ответ меня не просто не убедил. Он меняли Женю Финкеля, которому я бесконечно доверяю. И знаю его. И он действительно умеет докопаться до правды. Его он не убедил. Меня он возмутил. Я из этого всего сделал вывод. Делали, делали и будем делать. Вот такой ответ. Это я сделал такой вывод для себя. Теперь. Судить я никого не хочу. Не имею права. Я могу выражать свое мнение. Я, в отличие от всех тех, кто там гуляет, живу в демократической стране, я никого и ничего не боюсь. Поэтому я могу делать такие выводы. Вывод мой, что это даже перешло уже красную границу. Понимаете? То есть, ну, не предназначена синагога, либо музей мемориальный, либо, я не знаю, я специально хотел выяснить этот статус этого. Ты его назвал, этот статус этого места. Статус, ну, не соответствует он тому, что проводить там. Ну, не все в этой жизни продается. Тем более, что, как потом выяснилось, он говорит, что мы это сделали по дружбе. Ну, если у вас такие друзья, которые проводят там такого рода мероприятия, очень важный момент, ты его наверняка заметил, он не еврейские мероприятия. Не, не еврейские. Никакого, если бы это было хотя бы еврейское мероприятие, хотя бы религиозное, ну, хоть что-то. Никакого отношения. Я знаю, что такое частный корпоратив в Москве. Это, естественно, развлекательное мероприятие с шутками, с весельем. Я почти уверен, не знаю, но почти уверен, что там была свинина. То есть, это все превращается в профанацию. А больше всего меня в этом поразила вот эта наглость этого ответа. То есть, вы нам не указ. Кто ему не указ? Кто им не указ? Я, допустим, ты, допустим, синагога, раб, раввины. Я пытаюсь понять, как они связывают одно с другим. Вот я вот это, на это я ответа не получу. Я тебе скажу, из интервью следующее, из того, что я тоже читал внимательно достаточно, Брискин говорит следующее, что не путайте ребята Божьи и Дарфейчицы. Это не синагога, это учебный центр. Там есть зал памяти, а есть просто лекционный зал. Вот мы в лекционном зале это дело все и проводим. Понимаешь? Но он противоречит сам себе, потому что в первых же строках своего интервью он говорит, что важно понять, что у синагоги на Поклонной горе статус мемориальной синагоги. То есть, в два раза святее, ты понимаешь? Я это понимаю. И я это сразу заметил. Я сразу же это заметил. Я говорю еще раз, что у меня создался характер всего этого, ну просто непристойности. Вот я бы назвал это так. Я не хочу называть более громкие слова, которые мы все и ты, и я знаем. Это непристойно. Делать такие вещи в таких местах. Если бы это место, это был бы еврейский ресторан, коих много в Москве, и слава богу, что он есть. Если бы это был бы банкетный зал, если бы это был бы зал торжеств, почему нет, сколько угодно. Их мало в Москве. Ну, как кто-то правильно сказал, по-моему, наш главный редактор ИТОН ТВ Александр Омкин, это все равно, что провести караоке на территории музея Ядвашем. Вы возьмите, как бы это сказать, причем, как бы он говорил, на территории, даже не надо в самом комплексе, а там, где вот вокруг территории, поставьте экраны, микрофоны, и давайте устроим караоке на территории Ядвашема. Будет очень хорошо, весело там будет. Я не могу себе представить, я прихожу, например, в свою синагогу у себя в городе, и чтобы там, ну, вот это и есть эти принципы, Март, ты пойми, ведь человек живет со своими принципами. Мы все продаемся и покупаемся, только мы продаем не себя, мы продаем свои принципы. Вот если человек готов их продать, вот принцип, да? Вот я свои какие-то принципы, иду до сюда, я продаю свою работу, ты продаешь свою работу. У людей, по-моему, вообще их нету. Вот это самое страшное в этой всей истории, что их просто нет, что если завтра придет, я почти уверен, я не могу их в этом обвинять заранее, завтра придет какой-то мусульманский, к примеру, миллионер, миллиардер, и положит определенную сумму на стол, ну, так они там будут делать. Мусульманские свадьбы, почему нет? Заметь, кстати, почему-то таких мероприятий не проводятся на Поклонной горе ни в мечети, ни в церкви. Потому что они не согласятся. Понимаешь? Был момент, когда раскопали, что проводили, кстати, Киркорова, подняли Камвону, и он там пел. Был момент, был дитчайший скандал, дитчайший скандал. Но для меня церковь не указ, прости. Я не знаю, что там происходит, и не желаю знать. Как я не желаю знать, что происходит у меня в стране. Может быть, мы с тобой говорили перед программой, Лев, это очень хорошая вещь. Может быть, это вообще проблема выживания евреев в Галуте? Что еврей в Галуте должен, так сказать, приспосабливаться ко всему, и в том числе, и в том числе, вот так вот, с этим... Ты же бываешь в Москве, ну, какие там выживания, ну, какое там выживание? Нелегониси, психология, я не понял. А, психология? Психология евреев в Галуте, понимаешь? Ну, в конце концов, во-первых, им никто не мешает приехать себе домой, как я это называю, никто и не заставляет, но никто и не мешает, если им там плохо, если им там хорошо. Повторяю, я у себя в синагоге не хожу и не устраиваю свадьбы в синагоге, не устраиваю день рождения, потому что это не принято, это непристойно, это не принято. Ну, у нормальных людей. И никакой... Нет такого довода, как говорят, приведи мне одну причину, по которой они должны были дать этот свой зал, этот комплекс под это мероприятие. Он объяснил, он объяснил, что этот пир духа этот, или как его там, пир банк, он, значит, как бы, является одним из доноров РЭКа. Это очень странно, потому что Финкель его напрямую спрашивает, скажи, пожалуйста, а что в этом, как бы, пир банке? Есть евреи какие-то? Он очень уклончиво отвечает. Ну, нет, не обязательно евреи должны быть донорами нас. Мы должны выживать, мы должны платить большие деньги за содержание синагоги на поклонном горе, примерно 100 тысяч долларов в год, и поэтому мы идем на все, чтобы, так сказать, быть открытыми для других. Орли Гоем, он говорит, свет для других. И поэтому мы его, так сказать, и представляем, и, кстати, как ты правильно заметил, Лев, я вот вычитывал в интервью, его Финкель спрашивает, верно ли я понимаю, что вы и дальше собираетесь? Он говорит, да, без сомнений. Да, конечно. Теперь я хочу тебе задать вопрос. У меня есть множество знакомых московских евреев. Это и люди очень среднего достатка, высокого достатка. Он их спросил, им ли это надо. Оставь меня, я живу в Израиле, я израильтянин. Он московских евреев спросил, потому что те же самые отзывы и я и ты читали негативные. Он представляет их интересы. Он, в принципе, это делает для них, как он говорит, да? Да, снимает за 100 тысяч долларов аренду. Я не знаю, как это там происходит. Мне это не интересует, на самом деле. Это не я плачу, я чужие деньги никогда не считаю. Он их спросил, евреев диаспоры московской, нужно ли им это. Нет, не спросил. А там очень четко по интервью. И отвечает за них же, что да, нужно. Вот как-то это одно с другим. Я тебя уверяю, что если их спросили, они бы тоже наверняка отреагировали, но не может нормальный еврей отреагировать по-другому. Скажи мне, поставлю вопрос по-другому, более жестко. Скажи мне, считаешь ли ты, что проведение подобного корпоратива в здании синагоги на Поклонной горе это есть осквернение святых? Да, абсолютно. Без всякого сомнения. Как это? Без всякого сомнения. Да, без всякого сомнения. Без всякого сомнения. Я уверен в этом. К сожалению, во-первых, они живут по законам Российской Федерации, к нам никакого отношения не имеют. И тут нет никакого юридического преследования. В моем понимании, я так думаю, я не российский юрист. Но в Израиле, я думаю, что это было уголовное преступление. Мне так кажется. Надо спросить просто. Не слишком ли круто ты берешь? Считаю, что как бы... Это святотатство. Ну, давай на кладбище устроим день рождения. Вот я тебя приглашу, у меня будет день рождения. Я тебя приглашу, мы сядем, пригласим цыган, пригласим итальянцев. Я специально говорю, чтобы не было евреев. И устроим на еврейском кладбище празднество. Почему нет? А в чем отличие? Лёв, окей, смотри. Мы должны заканчивать программу. Я хочу тебе задать такой некий сакраментальный вопрос. Окей, а что дальше? Ну, смотри. Каждый остался при своем мнении. Событие это вызвало колоссальный негативный резонанс. Судя по тому, что сказал Евгений Брискин, Бенни Брискин, РЭК не собирается меняться. РЭК вообще никак не высказался. Потому что высказывался только, как бы, так сказать, Бенни Брискин. Значит, телевидение российского в лице вот этой вести и вот этой сладострастной девочки по имени Дарья Окунева. Я говорю, репортаж, и Финкер тоже, кстати, об этом отметил. Репортаж мне тоже очень не понравился. Он был, такое ощущение, что человек просто был рад тому, что произошло в синагоге на Поклоне. Я не удивлюсь, если она была рада. Почему ей бы не радоваться? Не подставляйся. Вот евреи подставили. Не подставляйся, это закон жизни. Не давай людям фактов, так и не будет, никто не будет про евреев, говорить ничего плохого. Но с третьей стороны, они говорят о том, что синагогу надо содержать. Окей, вот три момента мы с тобой рассмотрели. Что дальше делать? Эти против, те говорят, что будут продолжать, и синагогу надо содержать. Что делать теперь? Дальше выход. Что делать? Ну, во-первых, давай отделим отдельно котлеты от мух. Какое мы с тобой? Мы можем только высказывать свое мнение. Мы не живем в Москве, мы не живем в России, мы не живем в любой другой стране, мы живем в Америке, мы живем в Израиле. У нас, с чувством глубокого удовлетворения, я отмечу, что такое невозможно. Оно невозможно. Просто по определению, оно невозможно. Российский еврейский конгресс живет по своим законам. У них свои еврейские законы. И я никогда не скрывал, что евреи диаспоры очень сильно отличаются от нас. К сожалению, моему большому. По ментальному. К моему большому сожалению. Они пытаются сесть между двумя стульями. Результат, если не надо быть историком, для того, чтобы результат известен всем, что было, когда евреи пытались сесть между двумя стульями. Они всегда падали между этими двумя стульями. Другое дело, что мне искренне жалко тех евреев, которых я люблю и уважаю, которые живут на территории Российской Федерации. Их представляют люди, которые ведут их не в ту сторону. Ну, вот я бы назвал это так. Изменить это я не могу. Короче говоря, как ты считаешь, спровоцировал ли еврейский конгресс подобным мероприятием действительно негативную волну, колоссального негатива? Я больше тебе скажу. Он не этим мероприятием спровоцировал. Если там постоянно, как он говорит, происходят различные развлекательные мероприятия, то это уже всего, уже, я знаю просто это, это раздражает страшно. Страшно раздражает. Я недавно читал у Юсифа Кобзона, который в интернете где-то давал интервью, сказал евреям не высовываться, что меня тоже очень вывело из себя. А почему я должен не высовываться? Почему? Потому что я еврей. Вот эта вот позиция, вот это вот не высовывайтесь с одной стороны, а с другой стороны. Гуляй, Вася. Я еще раз напоминаю, что у меня сегодня в студии был продюсер, израильский продюсер Лев Клодз. Лев, спасибо, что ты пришел. Спасибо, что приветствовали. И еще раз напоминаю, что с вами была программа «Культурный шок» и я ее ведущий. Марк Котлярский, всего доброго, до следующих встреч.